Крылья будущего Идеально в жизни такого не видел Ключевой вопрос, как соблюсти баланс между инновациями в авиационной промышленности и реальными возможностями авиакомпаний и авиапассажиров, особенно в тех регионах, где складывается непростая политика и экономическая ситуация Восточная часть Европы будет расти примерно на 3% в месяц, гораздо выше, чем традиционные страны Европы Здесь рост спрос на авиаперевозки будет, скорее всего, связан с ростом экономической активности, а также ростом ВВП на душу населения В целом, экономисты Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА предполагают, что в ближайшие 20 лет рынок авиаперевозок будет только расширяться Это касается авиарынка и России, и СНГ Однако в этом радужном прогнозе остаются белые пятна Экономисты предпочитают не упоминать Туркменистан, Таджикистан и Молдову В целом, наш прогноз достаточно положительный, хотя есть определенные региональные сложности Есть два крупных игрока, Россия и Турция Где на Россию приходится примерно 159 миллионов новых пассажиров в 1937 году А у Турции 173 миллиона дополнительных пассажиров, которые будут летать до 1937 года Казахстан, как ожидается, станет крупнейшим, даже восьмым крупнейшим рынком авиаперевозок в 2037 году Одним из ключевых моментов сессии стало выступление главы Эрбос в России Жульена Франьятта Он познакомил участников форума с целым рядом инновационных решений Над внедрением которых сегодня трудится главный европейский авиапроизводитель Мы можем освободить человека от таких монотонных задач, чтобы это делали роботы Они будут делать это более эффективно И человеку остается фокусироваться на других задачах, которые будут более интересны Чтобы потенциал человека использовать лучше Мы приходим к тому, что и пассажиры наши становятся все более умными, все более цифровыми Если так можно выразиться Это интересно, что не только эта революция происходит с точки зрения производства и проектирования Но также и внутри фюзеляжа воздушного судна Для пассажиров суперэргономичные кресла Для производителей тотальная роботизация Для наземных технических служб использование беспилотников Для снижения простоя воздушных судов во время технического обслуживания Умные цифровые технологии с точки зрения проектирования, с точки зрения производства воздушных судов Но всегда, всегда мы думаем о пассажире И наши задачи, и то, что я пытаюсь продемонстрировать сегодня Мы хотим стоять на острие данных инноваций И все-таки главным словом первой сессии форума «Крылья будущего» стало слово «баланс» Я думаю, что да, баланс абсолютно важен Поэтому, когда мы говорим о ультрасовременных самолетах, это очень здорово Но нужно, то есть, нельзя, мы не говорим нет, да, инновациям Но мы говорим о том, что это должно быть сбалансировано в небе и на земле Отрасли требуются не только новые суперсовременные самолеты Но и изменение самих подходов к развитию авиационной индустрии Существуют разные категории пассажиров Одни пассажиры у нас требуют, я имею в виду, через прессу, через сети Дайте дешевый билет, дайте лоукост компанию сделайте там Или гибрид создайте Другие пассажиры требуют Мы хотим иметь бизнес-класс мирового уровня Дайте нам эти удобства, дайте нам эти удобства Столкновение поколений Сегодня разница в возрасте между теми, кто возглавляет крупнейшие авиакомпании И теми, кто в них работает и пользуется их услугами Составляет без малого четыре десятка лет Знаете, какой средний возраст руководителей 20 крупнейших авиакомпаний в мире сегодня? 59 с лишним лет И это в основном публичные компании Которые отчитываются перед большим числом акционеров Ну там особо не забалуешь Вообще по индустрии возраст это намного выше И вот вопрос такой совершенно непраздный Можно ли надеяться, что авиакомпании, которые управляются пенсионерами Будут понимать, какие требования у людей, которым 25-35 лет И которые выросли в эпоху интернета Мы имеем риск того, что кто-то умный, энергичный, быстрый Придет и придумает что-то, что радикально изменит Просто вот саму парадигму существования воздушного транспорта Похоже, что первая сессия оставила все-таки больше вопросов, чем ответов Но грамотные и вовремя сформулированные вопросы Это хорошая основа для движения вперед Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!